Вечерний разговор об истории Новосибирска Добрый вечер, дорогие друзья! На городской волне вечерний разговор об истории Новосибирска. Меня зовут Евгений Ларин. По традиции мы начинаем выпуск с исторического календаря. Взгляд назад Посмотрим, чем интересна нынешняя историческая неделя. 14 апреля 1977 года в Толмачево впервые совершил посадку сверхзвуковой лайнер Ту-144. 14 апреля 1951 года в соревнованиях по спортивной гимнастике команда Новосибирска завоевала первое место в РСФСР. 15 апреля 2003 года Почта России выпустила в обращении специальную марку, посвященную столетию присвоения Новосибирска статуса города. На марке изображен театр оперы и балета, театр «Глобус», городской торговый корпус, то есть краеведческий музей, фигуры юноши с факелом и девушки с колосом, часть скульптурной композиции, памятника Ленину, а также эмблема Академгородка. 16 апреля 1949 года в Новосибирске начала работу первая городская научно-практическая конференция шести новосибирских вузов. На конференцию было представлено 86 докладов по различным направлениям. 16 апреля 1958 года был образован Советский район Новосибирска. В его состав вошли Академгородок, Сибирского отделения Академии наук СССР, поселок Обгес, Верхний и Нижний Чомы, Огурцово и Нижняя Ельцовка. 17 апреля 1917 года Временное правительство предоставило Новониколаевску статус уездного города. 17 апреля 1943 года в обком ВКПБ поступила докладная записка Управления НКВД по Новосибирской области. В ней сообщалось, что затруднительное положение с продуктами питания, употребление в пищу мясо павших животных, факты смертности от истощения охватили 20 районов области. В наиболее тяжелом положении оказались эвакуированные и семьи красноармейцев. Всего по области было зарегистрировано около 300 фактов употребления в пищу трупного мяса. Около 50 человек умерло от истощения, более 500 опухло от недоедания. Как отмечалось, приведенные данные являются далеко не полными и только частично характеризуют положение. 17 апреля 1989 года в новосибирском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» впервые провели лазерную микрохирургическую операцию. На следующий день газета «Вечерний Новосибирск» писала, что утро 17 апреля станет для коллектива филиала отсчетом творческой биографии. А 15 апреля 1957 года в Новосибирске открылся широкоэкранный кинотеатр «Металист» со стереофоническим звуком. И об этом расскажу чуть более подробно. 15 апреля 1957 года свои двери для новосибирцев открыл широкоэкранный кинотеатр «Металист» со стереофоническим звуком. Но на самом деле это уже было второе открытие кинотеатра после масштабной реконструкции. В первый раз «Металист» открыли в ноябре 1934 года. Кинотеатр возвел завод «Сибметаллстрой». Первоначально «Сибкомбайн», а впоследствии «Сибсельмаш». Тогда при заводе в Левобережье Новосибирска строили социалистический город. В день открытия в «Металистке» показывали фильмы «Дела и люди» и «Шторм». Но «Металист» был первым в городе звуковым кинотеатром. И в нем показали первый звуковой кинофильм. Это была знаменитая кинокартина «Путевка в жизнь». И это произошло задолго до того, как стереофоническая аппаратура пришла в наши дома. Название «Металист» кинотеатр получил около 1936 года. Кинотеатр неоднократно реконструировали. В 1950-е годы зал дорастили на 7 метров в высоту. Экран стал широкоэкранным. Вместимость зала составила 1000 мест. 15 апреля 1957 года состоялось открытие теперь уже широкоэкранного кинотеатра «Металист» со стереофоническим воспроизведением звука. Зрителям показали фильмы «Товарищ уходит в море» и «Счастливая юность». Тысячный кинотеатр просуществовал до 1995 года. 2 августа 2018 года начался снос здания кинотеатра. Но усилиями общественников и краеведов снос удалось остановить. Кинотеатр признан памятником конструктивизма. Сносить его запретили. Движемся дальше. Структура момента. На монументе славы в фамилиях фронтовиков исправляют ошибки и неточности, которые были в них допущены по разным причинам. Где-то заменяют не те буквы на правильные, где-то вставляют пропущенные знаки. Делают это по заявкам родственников солдат Великой Отечественной войны. Дело в том, что во время войны в военкоматах данные призывников в документах писали от руки, зачастую в торопях. Эти данные и использовали позже, когда возводили пилоны монумента славы. По словам заместителя мэра Анны Терешковой, фамилии павших бойцов только исправляют. Новые не вносят. Но для того, чтобы занести все фамилии, создается виртуальный монумент славы. Заявление родственников собрал музей Новосибирска. Родные подавали не только заявки, но и документы, которые подтверждают, что их дед или прадед воевал. Всего на пилонах монумента славы поправят 31 фамилию. Запасные буквы есть, и их хватит еще не на одну правку. Когда строили монумент, про запас изготовили. 17 тысяч букв. Вечерний разговор об истории Новосибирска На городской волне продолжается вечерний разговор об истории Новосибирска. Меня зовут Евгений Ларин. Дорогие друзья, мы продолжаем знакомиться с участниками научной конференции «Баландинские чтения». Она посвящена вопросам сибирской архитектуры и проходит в эти дни, как и многие другие мероприятия, в дистанционном формате. Работаем в этом формате и мы. И сегодня на связи со студией «Городской волны» по телефону у меня студентка магистратуры Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени Кричкова Маргарита Вельдина. Маргарита, добрый вечер. Здравствуйте. И доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Владимир Паршуков. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. На прошлой неделе мы беседовали с участницей баландинских чтений аспиранткой Сепстрина Валерии Яковлевой. Речь шла о дореволюционной истории известного ныне дома Янки на улице Ядринцевской и о первых обитателях этого дома семьи Каяковых. Запись этого эфира, кстати, доступна на страничке «Городской волны». А тема доклада моих сегодняшних собеседников, которые работают как соавторы, звучит как ретроспектива изменения градостроительной взаимосвязи территории речного порта с началом улицы Гудимовской, ныне коммунистической, в городе Новониколаевске. Новосибирске. И вот тут совершенно очевидно, что нужны некоторые пояснения, потому что непосвященному слушателю эта тема звучит несколько запутанно. Давайте немножко поясним, о чем идет речь, о чем этот доклад. Владимир Владимирович, может быть, с вас начнем? Давайте. Доклад посвящен тому, что у нас была связь с центральной части города, то есть той застройки, которая составляет основу города, кварталы вдоль бывшего Николаевского Красного проспекта и все поперечные улицы, которые пересекают Николаевский проспект. Это все упиралось в направлении на запад, сначала улицы, где начинались, в Трансибирскую железную дорогу. И вот эта проблема связи застройной части города с береговой линией, она с самого начала волновала жителей в том плане, что очень вот эта вот доступность неудобная. И в житейском плане, когда нужно воды той же набрать, или пожар потушить, когда нужно быстро вот этими подводами, и тогда же ведь возили это все в бочках. То есть вот эта вот связь, когда Трансиб вдоль реки Обезью, пересекая по мосту, зашел на правый берег, она отрезала территорию будущего города от реки. Когда саму дорогу планировали, ну, железную дорогу, конечно, никто не думал, что будет здесь строиться город, правильно? Мы так предполагаем. Ну, так об этом все время говорим же, что вот мост построили, и вдруг по циклу ртует в них. Да, действительно, планировалась же станция на правом берегу, вот где сегодня вокзал Новосибирск главный, и какое-то вот поселение, связанное вот с отслуживанием этой станции. И поэтому инженеры при проектировании, при прокладке железной дороги решали свои сугубо технические вопросы. Уклоны железной дороги, значит, возможность строительства, вот ровная площадка самой станции, подъем воды из реки для заправки паровозов и так далее. И никто не думал, что нужно будет потом тому городу, который здесь возникнет, какой-то вот выход к реке получить. Вот проблема именно в этом. Ну что ж, давайте будем сегодня раскручивать эту тему в нашей главной рубрике. Итак, сегодня мы будем говорить об улице Гудимовской. Ныне это улица Коммунистическая. Но для начала давайте разберемся с ее названием. Вернее, прежним названием. Потому что, ну, почему в 20-м году она стала коммунистической, вроде бы и так ясно и понятно. Но почему Гудимовская? Откуда это название возникло и что означало? Ну, вопрос, наверное, я задам Маргарите. Гудимовскую назвали в честь Павла Константиновича и Гудима Левковича. Он был управляющим кабинетом его императорского величества в Алтайской губернии. Вот нынешняя территория Новосибирска, она входила в состав этой губернии. И вот улицу назвали в честь него. В честь Павла Константиновича. То есть это была такая важная шишка, такая персона на местном уровне, да? Я правильно понимаю? Да, да, да. Сейчас мы ненадолго прервемся и вернемся в студию через несколько минут. Вечерний разговор об истории Новосибирска. Вечерний разговор об истории Новосибирска. На городской волне продолжается вечерний разговор об истории Новосибирска. Меня зовут Евгений Ларин. А у меня на связи по телефону студентка магистратуры архитектурного университета Маргарита Вельдина и доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Владимир Паршуков. Мы говорим об истории улицы Коммунистической, бывшей Гудимовской. О том, что такое кабинет его императорского величества и почему, собственно говоря, мы были, мы, я имею в виду прежнее население Новониколаевска, раньше еще поселка, мы уже неоднократно говорили в нашей программе, но для тех радиослушателей, которые нас, может быть, в этот момент не слушали, давайте немножко краткие пояснения дадим, что это была за структура, вот кабинет его императорского величества. Ну, это вот аналог сегодняшний, вот представитель президента у нас в Новосибирске находится, и вот был представитель императора в Российской империи, вот, и это вот аналоги можно привести. То есть мы, наша земля принадлежала вот этому самому кабинету его императорского величества, мы были зависимы от него в этом плане. Можно я тогда дополню, чтобы еще понятнее было радиослушателям? Хорошо, да, да, Владимир Владимирович. Смотрите, то есть кабинет его императорского величества, это, по сути, ну, управляющая компания самого главного помещика Российской империи. Царя. То есть главному помещику, то есть императору принадлежала вся земля, которая, ну, не входила в какие-то другие там частные собственности, и вот территория будущего Новониколаевска, это вот его кабинетские земли, вот чтобы управлять этим имением, растянувшимся вот на всю обширную территорию империи, и был и создан кабинет, который занимался вот управлением этими вопросами от имени главного помещика. Надо понимать, что Новониколаевские как-то особо чтили людей, которые управляют этим имением этой землей, да, что в честь управляющим кабинета назвали улицу. Это было дань уважения? Да, конечно, новониколаевцы вообще были хитрованы, когда еще города не было, и они вот, ну, как сказать, самовольно селились, вот понаехавшие еще строители... Хорошее слово, да. Да, стали строить вот свои жилища на кабинетских землях. Естественно, их всяко-разно прикисняли, потому что они поступали незаконно. И для того, чтобы хоть как-то вот узаконить себя, они стали придумывать, давайте вот назовем наш поселок, например, в честь существующего на тот момент, ну, жившего императора Александра Александровским поселком, потом умер, значит, Александр Третий, давайте в честь вот нового императора Николаева. То есть подкатывали таким образом к власти, да? Да, 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 они все время, как сказать, вот предлагали, ну, давайте царь-батюшка вашу честь назовем, и то же самое вот управляющий от его имени. А царь знал об этом? Царь об этом знал, что они таким образом... Я думаю, что знал, ему могли же докладывать, потому что прошения эти были же письменные, в любом случае докладывали, что вот есть такое вот самовольное поселение, его нужно как-то с ним что-то решать. Я думаю, что царь, конечно, был в курсе всех дел на его земле, да. Хорошо, а вот насчет Новониколаевска, кто-то утверждает, что это в честь святого Николая. Эта версия имеет вообще место быть рассматриваемой? Да, любая версия имеет место быть рассматриваемой, потому что чем больше мифов у города, тем это интереснее жителям, правильно? Бесспорно. Ну, так вот в этом и речь. Ну что ж, давайте вот ближе к теме. Вообще, хочется понять, как возник научный интерес к улице коммунистической. Ведь, ну, как на первый взгляд, если словами инспектора Лестера из фильмов про Шерлока Холмса, это улица как улица. То есть, с точки зрения не очень внимательного горожанина, наверное, вот это так и есть, но вот в действительности как обстоит дело? И вообще, чья это идея была взять эту улицу под такое пристальное наблюдение и изучение? Рита, может, ваша или ваша автор? Ну, мы... Да. В общем, на втором курсе бакалавриата мы с Владимиром Владимировичем проходили летнюю практику. Точнее, он был мой руководитель на тот момент. Вот. И мы проводили обследование по Тихому центру Новосибирска. И вот выбрали улицу Куммунистическую. Ну, во-первых, на ней более-менее сохранилась вот эта вот купеческая застройка. Вот. И также она интересна со стороны то, что вот эта купеческая застройка, она соседствует с современными зданиями, зданиями советской эпохи. И вот как оно вместе это функционирует, развивается. Вот интересно. Вот очень много информации по ней. И вот в один год, конечно, это еще не внести. Именно вот когда мы занимались на втором курсе бакалавриата. И поэтому до сих пор и увлекаюсь, и интересуюсь. Очень много историй там. Владимир Владимирович, а вы уже к тому моменту, как Рита начала заниматься исследованиями, уже обладали какими-то сведениями по этой улице, что она представляет собой именно интерес вот с этой точки зрения? Ну, да, конечно. То есть я и предлагал студентам вот обследовать и улицы, и кварталы вот той части города Новосибирска, которые, ну, с самого начала его зарождения сохранились в тех существующих границах от квартала, квартальной застройки, которую мы сегодня можем посмотреть. То есть прикоснуться к истории, изучить, а что происходило на этих улицах, а как здесь люди жили, чем занимались. Ну, и вот впоследствии то, что Рита рассказала, что стали заниматься, например, разучением конкретно улицы. Ну, опять же, исходя из тех соображений, что мы все время говорим, что Красный проспект, там Николаевский проспект, как он раньше назывался, главная улица, это вот Новосибирский меридиан. И все только говорят вот об этой улице, и это как бы главная улица города. А все остальное, но поскольку, поскольку есть эти улицы или нет эти улиц, никого не волнует. И когда я предложил студентам, посмотрите, пожалуйста, внимательно, то есть вот эта улица, она связывала вот какие-то разрозненные территории, то есть застроенную территорию, и сегодня, ну, просто никто не думает, что улица фабричная, это вот не промышленная, как бы территория, в сегодняшнем понимании, а что она когда-то была какой-то другой, и что-то там другое было, и как-то по-другому территорию использовалось. То есть вы решили развенчать такое привычное устоявшееся представление? Ну, не то, что развенчать, это специалистам-то, историкам архитектуры города Новосибирска-то известно было, то есть я здесь ничего не открывал, я просто попросил студентов, ну, займитесь просто, эту информацию добудьте, это вам будет интересно с точки зрения развития истории города, вот ваших профессиональных, каких-то там качеств, то есть посмотреть, как, что происходит, то есть какие, ну, скажем так, как события, или там экономическая ситуация, или там общественно-политические изменения, как влияли на то или иное вот представительную ситуацию. Ну, и вот этот вот хвостик коммунистической, вернее, начало ее очень интересно оказалось. Смотрите, вот Гудимовская же изначально застраивалась по так называемому регулярному плану, то есть по размеченным кварталам и участкам именно правильной геометрической формы, то есть там не было никогда вот такой самовольной застройки хаотической, она изначально была вот такая вот правильная и выверенная, верно? Да, да, да. Начальность города уже, да, была распланирована ровнее. Какому году мы можем отнести, это известно, когда она началась застраиваться? Это самое начало поселка? Или чуть позже? Да, конечно, с самого начала. Это еще в прошлом, о, уже в позапрошлом веке. Да, в конце позапрошлого века, да. Да, 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 да. То есть, если я правильно понимаю, то вот именно Гудимовская была одна из немногих улиц, которые соединяли центральную часть города, вот, ну, собственно, с рекой, и там же были еще и пристани какие-то, да? Была-то вот именно такая вот связь. Как она была вообще организована, эта связь? В общем, пристань, она была пассажирской, и, получается, железная дорога, именно в районе, где она пересекалась с городом, где проходила коммунистическая, Гудимовская, она выходила в уровень как раз дороги, не надо было подниматься, не надо спускаться, там, через мосты или туннели, а ты спокойно мог пройти через железнодорожные пути, вот, и попасть на улицу Фабричную, там рядом пристань, рядом Александровский сад, вот, рядом склады, там можно прям перейти через дорогу. А, прям по путям. Да, она до сих пор, вот этот переход, этот переезд, он до сих пор сохранился. Оборудованный. То есть, как бы, настил сделан был, чтобы, ну, не через рельсы скакать, но, как обычно, оборудуют железнодорожные переезды, и все, и по нему, и пешком идти можно было и на телеге проехать, ну, и потом на автомобиле. То есть, очень удобно так, из центра, да, вот такого, да, урбанистического ядра, вот ты и выходишь, и вот тебе и река, и все прелести жизни. Ну, да, только удобство немножко опасно, потому что паровозы там ездят туда-сюда, и как-то составы таскают. В наушниках нельзя было ходить там. Ну, и сейчас там светофор стоит. То есть, он, этот переезд существует до сих пор в том месте, где он и был изначально, так? Да, да, да. Прервемся ненадолго и вернемся через несколько минут. Оставайтесь на частоте 101,4 FM. Вечерний разговор об истории Новосибирска. По пятницам в шесть вечера на «Городской волне». Вечерний разговор об истории Новосибирска. Это «Вечерний разговор об истории Новосибирска» в студии «Городской волны». Журналист Евгений Ларин, а на связи по телефону у меня студентка магистратуры архитектурного университета Маргарита Вельдина и доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Владимир Паршуков. Мы ведем речь об истории улицы Коммунистической, которая раньше называлась Гудимовская. Давайте представим себе, ну, как-то нарисуем такую картинку. Вот какой улица была вообще сама по себе вот в прежние времена, ну, до революции, скажем, да, от основания и до революции. Вы уже упомянули, что там вот купеческие застройки. Кто там жил? По артельному какому-то признаку или по признаку дохода, достатка? Вот это было же популярно вот такое вот разделение, цеховое, скажем так, улица. Гудимовская принадлежала какому-то классу? Ну да, там жили богатые граждане. Это были самые шикарные дома в Новониколаевске в этот момент. Допустим, дом Когана. Насколько шикарные? Вот нам сейчас трудно представить себе, да? Какое представление о шике было у тогдашних купцов и предпринимателей? Ну, они жили отдельно, то есть не в многоэтажках, конечно, они жили отдельно. Вот, допустим, у Когана это вот целый дворец, можно сказать, по меркам, по тем меркам именно, он считался дворцом, и горожане сходились, смотрели на это строение, удивлялись, что вот, какой дворец там построили, и вот там один он жил. Сейчас это роддом. Можно представить, вот какой объем у них был. Вот самый шикарный дом. Я помню, вот сейчас клиника Авиценна, вот где на улицу, угол, получается, бывшая улица Гондати, это сегодня улица Уридского и вот улица Коммунистическая. Действительно, дворец Когана занимал практически вот весь участок, и у него был первый в Новосибирске, то есть тогда в Новониколаевске, азимний сад. И происходили всякие срания вот купцов там. Это высший шик, наверное, был, да? Да, это однозначно высший шик. Оставляйте, шик. То есть ни у кого не было, а вот у Когана было. Ну, это говорит о том, что он, это, наверное, человек был очень сильно небедный. Ну, наверное. Ну, если кто старые фотографии, вот посмотрите в интернете, что есть вот эта застройка сегодняшняя, она, как бы сказать, само здание сегодня, конечно, изменено, оно настроено там вторым этажом, и совершенно архитектура-то так красивая, скажем, с какими-то классическими элементами, там, с арочками или еще что-то узрачим, но на самом-то деле было действительно очень симпатичное здание. С более профессиональной точки зрения, как бы вы сказали, вот как можно охарактеризовать вот большинство домов, которые там были, какая это застройка? Что они из себя представляли? Типичная застройка городская того времени. Ну, это мы себе представляем. Первый каменный, да, это надстроенный деревянный, либо как-то по-другому. Вот мы на Каинской, там, Колыванской. Да, да, в принципе, в принципе, да. Каменный цоколь, как бы сказать, заглубленная часть здания, и верх деревянный. Ну, после пожара, вы знаете, вот в 1909 году, когда вот эта катастрофа была. А после этого, конечно, многие стали возводить уже полностью каменные здания. Исключительно каменные. Да, да, да. Вот, смотрите, я... Опять же, спасаясь от этих всех пожарных катаклизмов. А, насколько я понимаю, там нужно было ставить... То есть, либо соблюдать какое-то определенное расстояние между домами, либо возводить Брандмайер между ними. Да, да. Это требование было в строительном уставе того времени прописано, и всем застройщикам это предписывалось выполнять. Я встречал утверждение, что с коммунистической Гудимовской по количеству уцелевших памятников истории архитектуры сегодня не может сравниться просто ни одна из улиц исторического центра Новосибирска, современного. Это действительно так? Да, на улице Коммунистической сейчас находятся сохранившиеся 13 домов. Целых 13? Да, да, да. Так, сейчас... Умеется в виду памятники архитектуры, которые... Да, да, разумеется. А можно их вот наиболее, наверное, самые значимые перечислить, чтобы мы поняли, о чем идет речь? Так, ну вот два дома как раз с Бронбайером. Вот Розенхельда, вот это вот дома. Значит, потом у нас идет соседний его Мировича, потом Жернаковый дом, Особняк, так, потом Ефремов. Ефремов у купца тоже дом находится там. Там сейчас вроде ресторан. Это все были жилые дома или либо уже с приспособленными какими-то другими там функциями? Ну вот эти были жилые дома, да. И вот мы знаем, что у Жернаковой там вроде... Она сдавала квартиры в своем доме. А Жернакова имеет отношение к нашему знаменитому городскому голове Жернакову Владимиру Иппалитовичу? Не знаю. Владимир Владимирович, как вы думаете? Ну да, имеет. То есть фамилия Жернакова достаточно известная. Ну вот я как бы в дополнение, что да, действительно, вот эти вот дома купеческие, они часть имели жилые помещения и часть использовались под какой-то, скажем там, либо магазины торговли, либо какие-то другие там, скажем так, учреждения. Ну, банковские могли быть помещения. То есть купцы сдавали вот для учреждений банков и так далее. То есть вот улица Коммунистическая в этом плане, она, ну, как сказать, достаточно насыщена была этими зданиями. И по фамилиям еще вот, ну, просто интересно, да, Когн, Розенфельд. Но фамилии-то еврейские. Да, так ее так и называли раньше, Еврейская улица. То есть это была Еврейская улица? То есть она была не только деловая, а вот еще по этому принципу? Да-да-да, конечно, конечно. А вот насколько я понимаю, дома 19 и 21, они вот как раз, о котором мы и говорим, то есть дом Мировича и Розенфельда. У них общий двор и нет парадного выхода, входа с улицы. Вот это интересные детали с чем связаны? Я подозреваю, что это тоже какая-то любопытная история была. Ну, это традиции, именно еврейские традиции, организовывать внутри дома пространство, вот эти дворики. Замкнутые от лишних глаз, то есть чтобы, ну, как сказать, внутрисемейное дело, чтобы не было доступно чужим глазам. Я подозреваю, что это связано с соблюдением иудейского закона о том, что по субботам человек, исповедующий иудаизм, не должен покидать свое жилище. Таким образом, они могли с соседями общаться и дружить, не покидая дом. Это так? Ну, может быть и так. Почему нет? Что называется? Выйди на крыльцо, махнуть руку к соседу. Да, мы сейчас почти все живем по иудейскому закону, только не по субботам, а каждый день. По поводу уцелевших памятников архитектуры и истории хочется вот еще о чем поговорить обязательно. На улице Гудимовской находилась гостиница, называлась она «Метрополь». Она не сохранилась, ее снесли в 2010 году, если ничего не путаю. А рядом с ней, на улице Дворцовой, это ныне улица Революция, была другая гостиница, она сохранилась. Мы можем на нее посмотреть. Называлась она «Метрополитен». И вот их сейчас названия точно часто все путают. Почему возникло такое название? Во-первых, у них разные названия. Да, «Метрополь» и «Метрополитен». Это все относится не именно к подземке «Метрополитен», а относится к городу. Город «Метрополь». И я думаю, что тут разница в том, что «Метрополь» – это деревянная гостиница, а «Метрополитен» – по высшей классам, она из камня. И еще мы знаем, что у «Метрополитена» был подземный ход. А вот с этого места немножко поподробнее можно. Что за подземный ход? Для чего? Для кого? Для гостей, гостиницы. В общем, люди, они туда, значит, они заходили через главный ход, а выходили через запасной. Это было для тех, кто что-то напакостил там в гостинице и хотел скрыться. Скорее всего, так. Я подозреваю, что там еще предоставляются определенные услуги, и чтобы не быть замеченным в том, что ты был в этой гостинице, вот для этого подземный ход. Владимир Владимирович, так это или нет? Ну, наверное, так. Пусть будет такой красивый миф для того, чтобы можно было тайно проникнуть в гостиницу. Я еще хочу добавить, что вот это деревянное здание, двухэтажное, которое стояло на Коммунистическое 8, оно уже вот лет 10, наверное, вознесено. То есть там первая гостиница. А почему ее не удалось сохранить? Она совсем в упадок пришла? Да, в общем-то, у меня есть фотографии, на которой она достаточно так бодро выглядит. Просто вот начало 21 века уже было таким вот активным, с точки зрения, что давайте будем строить, строить все эти деревяшки, все эти там, все это хламье городское, будем приводить, как-то приводить. Центральную часть города в порядок. И очень много таких вот домов, которые не стояли на памятнике, архитектуры и их сносили. То есть они были, допустим, где-нибудь вот в конце 90-х годов записаны как вновь выявленные памятники, но охранных документов, ну, как бы сказать, полностью не была процедура проведена, и они не встали на охрану. Поэтому вот мы сегодня наблюдаем такую систему. То, что было выявлено и могло бы сохраниться, ну, сегодня это все у нас сносится и строится. То есть митрополитен уцелел во многом, наверное, благодаря тому, что каменный? Ну, конечно, ну, как и каменный, и сохранность его получше. И он уже стоял на охране как памятнике архитектуры. Поэтому в этом плане все проще. Ну, вот Ас... Ага, да, Ритю. У него еще братство, у митрополитена, ну, как-то побогаче, чем у митрополя. Угу. Уже там как-то... Там, по-моему, даже ванны были. Вот это единственная была гостиница, где вот ванные комнаты были. Ну, да, есть такое сообщение, что это первые такие вот ванны в общественном гостинице именно в митрополитене появились. Угу. Сделаем небольшую паузу и очень скоро продолжим беседу. Не переключайтесь. Вечерний разговор об истории Новосибирска. Вечерний разговор об истории Новосибирска. На городской волне продолжается вечерний разговор об истории Новосибирска. Меня зовут Евгений Ларин, а у меня на связи по телефону студентка магистратуры архитектурного университета Маргарита Вельдина и доцент кафедры архитектуры Ангуади Владимир Паршуков. Мы беседуем об истории улицы Коммунистической, бывшей Гудимовской. О митрополитене мы знаем такую историю, что там накануне в ночь восстания, которое подняли чешские легионеры. Там в митрополитене собиралась инициативная группа товарищей, белых подпольщиков с руководителями чешского легиона. И там они договаривались о том, как все это будет. Действительно, это исторический факт, что чешские легионеры в этой дятинице, то есть это их был, условно говоря, штаб. Как раз это вот в каменном здании, которое здесь на революции. Почему улица революции как бы вот и получилась. Посмотрите, по революции, если вот от начала туда в сторону улицы Ленин двигаться, там же как раз находилось вот это вот городское собрание, театр Красный факел. Собственно, там было заседание большевистской ячейки, и легионеры вот подгадали, заседали тогда заполность, что называется. И все они просто-напросто вдоль по улице, чик, и всех там, что называется, с революером в руке арехтовали, и тем самым вот был такой белочерский переворот. Вообще, Дворцовая и Гудимовская, это же вот как-то связанные улицы, они смыкаются в одном месте, расходятся в разные стороны. Вот они на этот переезд и выходят. Можно сказать об этих двух улицах, что они образовали какое-то вот такое единое какое-то пространство, да, ну не знаю, насколько его можно назвать публичным. Не, ну узел, да, то есть вот с этого переезда со стороны пассажирских пристани, вот со стороны сада, вот Сосновка, Александровский сад, это и был выход сюда в город. сосредотачивались люди вдоль Гудимовска и вдоль Дворцовой. Кстати говоря, об Александровском саде, это тот вопрос, который я тоже подготовил. Когда речь идет о Гудимовской, в разных источниках обязательно упоминаются Александровские сады как городской парк, а еще так называемые Сосновские дачи. Вот давайте поподробнее, что это за места, насколько я понимаю, это одно и то же место, только в разные периоды. Да, это одно и то же место, дачи, ну потому что там, когда приехали мостостроители, они же там жили хаотично, вселились вот в померике Каменки, вот начало вот этой фабричной улицы, и вот они там кластер образовались, у них там дома сохранились жилые, рядом находился сосновый сад, Сосновка. Это остатки соснового обора вот этого реликтового, который вдоль берега был, да? Да, да, вот и пошло название у них так. Ну вот дача, в нашем понимании, это какой-то такой загородный домик, да, это было совсем другое значение. Дача это в том плане, что кому-то вот передавался, давался в пользование участок дачной дачи. Это от слова дачи. Не те дачи, которые мы сегодня понимаем. Ну правильно, вот Рита и сказала, то есть это остатки вот того бор, который был здесь на правом бегу, и кусок этого бора отрезанной железной дорогой от застраиваемой части он сохранился, потому что там, где были кварталы размечены, сосны пилили и из них строили дома. То есть почему мы в центре города никаких сосен больше не видим? Все их спилили, застроили эту территорию и привет. Вот этот вот кусок вдоль железной дороги между пристанской, как бы луной, и железной дорогой остался реликтовый, так сказать, лес. На фотографиях, на старых, на открытках это все прям видно шикарно. И эту территорию решили облагородить каким-то образом и разбили там парк. Парк, да. Там были лавочки, фонтаны, лесная сцена. Ну вот смотрите, вот городские парки и сады, это вообще очень интересная тема. Ну вот, был сад Альгамбра, о нем мы более-менее знаем сейчас, название на слуху, хотя бы благодаря тому, что вот небольшой скверик там на том, ну примерно на том же месте, где вот был исторический сад Альгамбра, тоже назвали так же. Он более-менее как-то симпатично выглядит. Об Александровском саде мы не знаем фактически ничего. Если в Альгамбре выступали Вяльцево, там даже вроде и Бальман стихи читал, и постоянно там и театры выступали, что происходило в Александровском саду? Там люди, горожане приходили, гуляли, танцевали, смотрели спектакли, там даже представления были церковые. Кто-то из известных личностей более-менее там отметился? Да, там отметился. Там проходил суд над бароном. Ну, можно я чуть-чуть вот до барона расскажу, чтобы было по понятию. само понятие сад, и вы сравнили с садом Альгамбра, а вот этот вот Александровский сад, ну, всем может быть корректно, в каком плане? Это были разного типа территории? Да-да-да, раньше сад, вот чтобы вам было понятнее, вот смотрите, детский сад, это что? Это какое-то сооружение, где дети, и рядом вот какие-то там горки, качель, керусели, где дети могут гулять. Вот сад в этом понимании, вот Альгамбра именно таким и был. То есть, это кусочек такой территории, где были постройки увеселительные, то есть, там был ресторан, там был театр в Альгамбре, и какая-то часть там в виде цветочницы, клумб, и тех сосен, которые не успели спилить, это существовало. Ну, садом вот в том понимании, что это вот зеленые лужайки, это вот куртины, из деревьев там разных пород, где мы гуляем, по дорожкам отдыхаем, так такого не было. То есть, сад именно вот сооружение увеселительного назначения. То есть, таких садов, ну, было в Новониколаевске какое-то число. Просто Альгамбра самая известная. Так вот, Александровский сад, это именно вот то, что для прогулок и для отдыха, на свежем отдыхе среди деревьев. То есть, никаких дополнительных опций, так сказать, там особенной не было. почему пивные ларьки там были? Было, да. все эти перголочки там были, то есть, посмотрите, старые фотографии есть. Видите, историю Новониколаевска не так часто рассказывают где-то в школах или еще где-то, поэтому обыватель, ну, как бы горожанин подчас просто не знает об этом, не видел эти картинки. Он специально не сможет в интернете что-то найти, не зная, что он ищет. Правильно? Угу. Ну, в принципе, если набрать тот же сад Сосновка или там Александровский сад, Новониколаевский, я думаю, что эти фотографии или еще что-то он может увидеть. Сосновка это тоже так называли, да? И фонтаны, и беседки, и павильоны торговые, и усилительные вот эти вот летние помещения, потому что вот на этих сосновых дачах же были построены какие-то здания, и вот их стали использовать уже при советской власти вот в 20-е годы, то есть для вот мероприятий. Угу. Ну, что ж у нас... Одну из этих зданий вот и назвали вот этим вот клубом, в котором проходило, собственно, судилище там на Тунгерно. Это тот самый Черный Барон, так называемый, или это... Да, это тот самый Черный Барон, которого судили в клубе имени Петухова, а Петухова, который, вот белочи, их там захватили, вот один из руководителей большевистского... Когда-то подфолье, но тогда уже, да. А Унгерно, если я не ошибаюсь, поймал Щетинкин, который похоронен у нас вместе с другими деятельными в сквере Героев Революции. Ну что ж, у нас совсем осталось немного времени, и хотелось бы, во-первых, для окончания вот какой вопрос задать. Как вы считаете, улица коммунистическая сохранила, может быть, если не облик, хотя и частично облик, а вот свое функциональное назначение, как улицы деловой, улицы деловых людей, купцов, промышленников, банкиров, сейчас это то же самое или уже совсем не то? Да, изначально она была такой, потом в советский период, мы знаем, туда переехали ведомственные учреждения, и вот сейчас мы наблюдаем ситуацию, что опять возвращается вот эта вот городская жизнь, которая там изначально зарождалась, что там вот кафе, рестораны, бизнес-центры, люди ходят туда работать, но при этом она также сохранила эти ведомственные учреждения вот в своей структуре, вот, и вот мы сейчас наблюдаем, как это все органично развивается. Ну и, Владимир Владимирович, вам вопрос заключительный будет, на ваш взгляд, как вот это изучение улицы, то, чем вы занимаетесь, может нам помочь в настоящем, ну и в каком-то обозримом будущем. Ну, грубо говоря, что нам делать с этими сведениями, которые вот добывают ученые, такие, как вы? Ну, первое, это понятие, что за город, как он развивался, что в нем изменялось, и как что-то, может быть, возвращается. Вот то, что сказала Рета, то есть действительно сегодня на той же Гудимовской коммунистической строится и жилые дома, и офисные здания, то есть там какая-то вот такая деловая городская жизнь, и в то же время, вот с одной стороны, утратив эту вот связь с Реттой, это так называемый тихий центр. Ну, я не знаю, если рядом железная дорога, тук-тук-тук-тук. Ну, относительно тихий, да. Но, смысл-то дальше. Смотрите, ведь сегодня мы видим улица фабричная из промышленной зоны превращается в общественно-деловую. То есть заводы-то оттуда уходят, и вместо тех заводских корпусов опять же появляются офисные здания, то есть либо это переборудованные, как сказать, объекты, либо строится там что-то новое. Самый красивый пример, например, мельница, лофт, где сегодня дизайнеры, там архитекторы сидят и решают вопросы создания новой красоты. Речной порт с его вот этими складами, он сегодня тоже утрачивает свою функцию, то есть и руководители тоже думают, чем бы эту территорию, как бы ее повыгоднее продать, а чем застрой. И на проектах планировки действительно эта зона предполагается для общественно-деловой застройки. То есть мы сейчас думаем, да и не мы, думали и до нас много, и долго, и лучше, мы там, как развернуть город к реке, вот это, над этим думал и Коршунов, но не автор первого генплана так называемого, но не смог это сделать. Так может быть это вот оно то и есть? Ну да, так и вот эта вот связочка, вот когда мы можем пешком здесь там, буквально от городской площади сюда выйти вот через этот переход, переезд или еще как-то его там сделать, обустроить более безопасно, то есть в течение там 10-15 минут вот в эту зону комфортно вдоль реки на ветерок, на комаров. Ну что же, будем надеяться, что из этой затеи что-то получится в будущем, а время нашей беседы к сожалению подошло к концу и нам пора прощаться. Я напомню, что сегодня по телефону на связи со студией городской волны была студентка магистратуры Новосибирского государственного университета архитектуры дизайна и искусств имени Кричкова Маргарита Вильдина и доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Владимир Паршуков. А меня зовут Евгений Ларин и мы встретимся на городской волне ровно через неделю. Удачи вам! Вечерний разговор об истории Новосибирска по пятницам в 6 вечера на городской волне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин